Золотая рыбка И человек, который не умничает и другим не позволяет, Андрей Вадимович Макаревич. Приветствую, Андрей. Изначально, кстати, идея была назвать программу «Рыбка в банке». Но мне объяснили, что никто нафиг не помнит эту песню. Но мы могли бы как раз напомнить об этом таким образом. Да, вот хотел поговорить вообще про образы животных, птиц, рыб в творчестве Андрея Макаревича. Это дань была вот этой какой-то моде 60-х? Знаешь, очень трудно самому анализировать то, что ты делал. Так. Потому что всё это происходит на уровне интуиции. Но вот «Рыбка в банке», откуда этот образ взялся? И я не буду спрашивать, каков там месседж. Ну, такой человек, который заперт в стеклянной камере, понимаешь? Который вроде всё видит, но ничего не слышит, поэтому ничего не понимает. Так. Ну, вот такой там образ. С кого это было срисовано? Никогда я с одного конкретного человека ничего не срисовывал. Это складывалось, складывалось, накладывалось, становилось больше, больше потом выливалось в какую-то песню. Два часа назад беседовал с Александром Борисовичем Градским. Так. Вот. Сказал ему, что будет у нас такой разговор. Он говорит, обязательно спроси у Андрея, он тебе подтвердит, что песню «Кого ты хотел удивить?» он написал про меня. То есть про него, про Градского. У него манья величия. Ну, вот это точно не открытие. Нет, это совсем не про кого. Нет? Это не про кого. Нет, это, по-моему, просто про наше поколение, которое прошло через эти хиповые времена. Он буквально по каждой строчке разложил. Ты же понимаешь, да, что приятно на себя примерять все, что угодно, но... Нет, я его обожаю, но это не про него. Хорошо. Я ему передам, если он не посмотрит, не посмотрит эфир. А птица. Света ультрамарин. То есть синяя птица. Образ понятный, а это для всех поклонников, любителей Макаревича и «Машины времени» ассоциируется, на самом деле, не сколько с этим хитом, сколько со статьей в газете «Комсомольская правда». Ну, как ты понимаешь, статья была следствием. Ну, понятно, да. А вот удивительно, вот иногда, когда я знаю, каким образом действительно появилась песня, я понимаю, что лучше об этом бы не рассказывать. Потому что это не имеет никакого отношения к коллективному бессознательному и к тому, что люди про это думают. А на самом деле мы с Вайтом, с Лешей Беловым, да, играли на «Юге». Был это, по-моему, 74-й год. Гурзов? Нет, это был лагерь МГУ в Джамете. Чудесное место в дюнах. И нам надо было на танцах играть, ну, два, два с половиной часа. Значит, поэтому мы вспоминали, поскольку мы были из разных групп, нам надо было на ходу делать репертуар. И Вайд вдруг вспомнил итальянскую песню. Тогда начиналась мода на итальянскую эту эстраду. «Ай-яй-яй, эрогатце, сэмифай, сафриро, мэфэ, мэфэ, мэфодиа, мэфэнта, ла-ли». Я даже слова помню. Вот он её пел. Под неё, значит, народ отчаянно отплясывал, уже демонстрируя грядущую любовь к итальянской музыке. Вот. И мне эта гармония, банальная, блатная гармония, что-то засела в голову. Зашла, да. И вот там и было написано «Синяя птица». А всегда одновременно мелодия, ноты и слова? Или по-разному? Это самый счастливый момент, если они приходят одновременно. Это залог того, что в достаточно короткое время всё получится. Ну, всё-таки в случае «Машины времени» это сперва текст слов. Нет. Потом нет? Да нет. Кутиков приносит мелодию. Для того, чтобы понять, про что это мелодия, нужно потратить иногда очень много сил и времени. То есть слова писались уже на материалы? Такое часто бывало. В частности, если мы говорим про образы животных, про коней, я не могу не вспомнить, если мы говорим о Кутиковой. Был такой миф, может быть, это не миф, но я помню, среди поклонников группы говорили, что в этой песне кони – это на самом деле девушки. И что вот насчёт оседлать коней, там, и всё вот послание было написано вот автором слов именно туда. В давние времена для определения девушек использовалось много слов. Да, в том числе и кони. Но меньше всего я об этом говорил. Нет, не надо так глубоко говорить. Сразу по статусу исполнил слово «тёлка» и песню про корову. Так, понеслось. Так. Было какое-то конкретное животное где-то, где-то увидено. Потому что когда слушал эту песню, я это видел, эту корову с её глазами, с её ресницами. Корову эту воссоздали в Кнышев Андрюша в программе «Вещало ребят». Это был первый клик вообще, который был сделан. Про машину времени? Ну, по машину времени, да? Ну, конечно. Там была песня про корову. А на самом деле я себе впервые в жизни купил автомобиль. И был безумно счастлив, как все в моем возрасте. Это «Жигули», конечно. «Жигули», да. Едил, ездил, ездил на них. Потом она сломалась, я спустился в метро. Так. Увидел глаза пассажиров, и песня про корову была. Она написана за 15 минут, понимаешь. Жестоко. Зато честно. Опять же, не знаю, читал ли это в одной из двух тысяч книг, написанных Макаревичем, или мне кто-то рассказывал из родственников про корову, что вы с Кутиковым в Нью-Йорке ехали в метро, и над вами нависла очень курпулентная дама, которая тяжело пыхтела. И кто-то из вас сказал, что давай этой корове уступим место. Она как раз на эти два... Абсолютная легенда. Потому что она села и сказала, что корову вас благодарит. То есть это... Во-первых, мы никогда не ездили с Кутиковым вместе в метро в Нью-Йорке. Во-вторых, не в наших традициях называть незнакомых дам коровами. Даже тогда? Это абсолютно выдуманный бред. То есть в книгах этого не было? Нигде этого не было. А Макаревич помнит все, что он писал в книгах своих? Все, что я писал, я помню. Другое дело, что еще другие про меня писали. Вот за них я отвечать не могу. Один писатель настаивал на том, что у меня дома жил пингвин. И несмотря на то, что... Ну, я изо всех сил старался убедить, что ни пингвин, ни слон, ни крокодил, ни горилла у меня в доме не жили, у меня ничего не получилось. Миф оказался сильнее. Ну, я признаю, что я просто вот... Бывает так, что люди помнят того, чего не было. Бывает. У меня ощущение, что Наташа, которая была, вот танцевала у Жеромского, и была подругой долгое время и соратницей, музыканта, просто мне эту птицу показывала. Нет. То есть, значит, было выпить очень много портвейна, это такое, что... А вот это вполне возможно. Я на самом деле должен сказать, Андрей Вадимович, что у тебя-то тоже с памятью какие-то вот... Да годы наши такие. ...странные вещи, потому что книга, о которой идет речь, вот, которой любезно было написано предисловием, что лучшее, что есть в этой книге, очевидно. Прекратите. Образом. Там был эпизод, что Макаревич дал деньги на похороны музыканта, которого он фактически-то и не знал. Ну, я его знал, конечно. Как я не знал? Ну, вы не были друзьями, скажем так. Близкими друзьями мы не были. Все друг друга знали. Я думаю, что я сам постарался как можно быстрее об этом забыть. Да, но то, что ты отрицал, что ты дал деньги, потом просто при очной ставке вынужден был признать. Ну, забыл просто. Я к тому, что голова-то у всех очень по-разному усе устроена. Нет, это при этом дело. Она, естественно, избирательная, но есть какие-то вещи, о которых, мне кажется, помнить вот не нужно. А что я ходил бы со знаменем с таким? Я дал деньги на похороны. Господи, боже мой. Были деньги, вот я их и дал. А что он вообще из... Сколько всего песен написано за эти полвека? Не знаю. Но это сотни или тысячи? Нет, это сотни, конечно, не тысячи. Ну, наверное, из этих сотен помнится, ну, может быть, так вот наизусть. Ну, две трети помнятся. Да? Ну, конечно. Но исполняется при этом гораздо меньше. А потому что концерт имеет временные границы. Можно играть два с половиной часа, но зритель встает. Мы-то ладно. Есть предел человеческого вовлечения, внимания, да, по времени. Это уже экспериментально вывернуло. Симфонии тоже были, знаешь, примерно одной длины всегда. И туда не влезает все, что ты хочешь играть. Потом раскопали какую-то старую песню. Сыграли на репетиции. Не катит. Вот клевая. А она отжила уже все. А другую какую-то вспомнили. Вот это отлично. Потом всегда хочется играть то, что ты сейчас придумал. Мы вот альбом только что закончили писать. Зритель хочет услышать то, с чем он стал молодым. Естественно. Значит, на это вот лезвие там надо балансировать. Чем все музыканты в мире и занимаются. Сильно отразилась эпидемия на так называемых творческих планах и на концертной деятельности. Вот дописали альбом. Называется «Ниоткуда без добра». То есть так бы просто чесали бы и не было бы времени для того, чтобы засидеть из студии? Ну, когда ты сидишь дома, мне надо было дописать несколько песен просто. Вот ты встаешь утром, и тебе, во-первых, некуда ехать. Во-вторых, нельзя. Ну, что остается делать? Я так слежу за Фейсбуком, знаю, что не только на творческих планах, но и на семейных отразилось. Потому что с молодой женой, с которой только-только сочетались браком, оказались по разную сторону границы в разных странах. Ну, мне и удалось все-таки сюда вывезти. Теперь мы готовимся к решению дальнейших проблем. Влияет она на творчество? То есть это муза или нет? Я не думаю. Нет. Это у меня отдельный орган какой-то. Да? А посоветоваться, музыкальный материал показать? И никогда так не было? Нет. Только Кутикову и соратникам? Ну, прежде всего себе. Надо доделать для себя. Когда ты понимаешь, что вот все, в ней уже больше нечего подпиливать, то можно показать кому угодно, в принципе. Но недоделанные вещи показывать не надо. Супруга является поклонником творчества машины в рейсбук? Ну, это к ней вопрос. Ну, я не поверю, что вообще ни разу такой вопрос не задавался. Скажи, жена, являешься ли ты поклонником моих песен? Я похож на идиота. Ну, как ты думаешь? То есть она никогда не комментировала? Ну, я знаю, что ей нравится. Я надеюсь, что в разумных пределах. Поклонник – это все-таки уже проявление ненормальности какой-то. Нет, все-таки фанаты, поклонник – это... Поклонник – это слово «поклоняться». Понимаешь, поклоняться ничему не надо. Слушает и нравится, ну и слава богу. Андрей Макаревич никому ничему не поклоняется? Сейчас нет, никому не поклоняюсь. Но удовольствие получают огромного количества самой разной музыки. А, мы только про музыку говорим. Не только, и про картины, и про архитектуру, и про что угодно. Сейчас пишется, я имею в виду, график уже выпить больше, чем раньше, судя по тому, что я вижу в Фейсбуке. Нет, нет. Для этого требуется совпадение некоторых обстоятельств, помимо наличия времени. Вот я поднимаюсь там на чердак в мастерскую, да? Так. Мне надо, чтобы что-то новое меня завело. Можно поехать в магазин купить новых хороших красок каких-то, или материалов новых, да? Потом их разложить на столе. Ага, у тебя зуд начинается сразу. А вот стоят старые, полузасохшие, думаешь, да нафиг. Иногда проводишь линию, собственно, она тебе противно делается. Поэтому тут тоже нельзя себя насиловать. Были когда-нибудь заказы, как художнику просили что-нибудь или кого-нибудь? Котика нарисуйте? Да. Мне от котиков тошнит уже. Я могу нарисовать котика с закрытыми глазами. А кроме котиков еще там у мамы? Да я могу нарисовать все что угодно, послушай. Но дело же не в том что, а в том как. Андрей Вадимович ушел от вопроса. Нет. Вопрос звучал конкретно. Были ли когда-нибудь заказы? Вы говорили, Андрей, Андрей Вадимович. Нет. Ну, например, так. Ну, хорошо. Знаешь, художник вообще ведь в выигрышном положении по сравнению с нехудожниками. Вот ты, например, приглашен на день рождения к твоему хорошему товарищу, да? А человек, он обеспеченный, все у него есть. Ну, что ему дарить? Авторучку, что ли? Или вазу? Тут я, предполагая, ответ. Говорю, слушай, а что тебе подать? Он говорит, ну, нарисуй мне картину. Я говорю, хорошо. Ну, если ты предполагаешь, что оно у тебя будет висеть, напомни мне, в каких тонах у тебя гостиная, ну, просто. Ну, чтобы не получилось так, что ее нельзя будет туда присобачить. Он говорит, у меня серые стены такие. Ага, я вспомнил. Это не есть заказ. Я все равно делаю, что хочу. Просто я хочу заранее вогнать это в какое-то гармоническое условие. А музыка на заказ писалась? Ну, конечно. Ну, для театров, для кино. Конечно. Это страшно интересно. Если режиссер не идиот, но если он идиот, я просто не буду для него ничего писать. А вот, допустим, Андрей Макаревич, он когда дружит с режиссером, я как минимум знаю и помню Александра Стефановича, с которыми в какой-то период вы были близки, он способен при этом критически воспринимать продукт, который производит его товарищ и собутыльник? Ну, любой режиссер должен понимать то, что ему надо. Он-то перед глазами уже видит картину, а я нет. Так что я делаю какой-то кирпичик наугад. То, что он сделал на основе своих воспоминаний про Аллу Борисовну Пугачёву, целый был сериал, довелось посмотреть? Да. А как вообще ты относишься к тому, что снимают фильмы о людях, которые ещё живы? Не те, которые там когда-то жили и стали уже мифом и символом. А вот живой человек про него снимается. Я считаю, что это деликатная вещь. Это целиком зависит от такта и деликатности человека, который это будет делать. И, конечно, он обязан просто спросить разрешение у того человека, который пока ещё жив. Это какой-то... Это есть закон или это какой-то понятийный? Я не специалист в законах, я не читал, но я думаю, что есть, потому что пока я жив. Я, наверное, хозяин своего имени, своего лица, да? Это моя жизнь. Я тоже плохо разбираю в законах. Я думаю, что да, конечно. Мало того, ты видишь, какой шум поднялся по поводу фильма, который «Цой» называется. Оказывается, и после смерти, и спустя столько лет, есть наследники, которые имеют право давать разрешение на имя отца. Ну, в общем, ладно. Ну, наверное, всё-таки вот, если бы кто-нибудь захотел бы снять фильм, который назывался бы «Вадим Макаревич», он назывался бы «Архитектор», и это было бы про папу. Наверное, было бы не всё равно. Если бы фильм назывался «Макаревич», «Архитектор», и имена были бы изменены. А если бы там был главный действитель Вадим Макаревич, у него была бы жена, у него был бы сын, была бы дочь, наверное, всё-таки было бы не всё равно. Ну, наверное, ко мне бы всё-таки обратились, хотя бы потому что я бы там тоже присутствовал, да? Я вот не знаю, как бы обратились бы или нет. Если бы человек вообще не... Ну, нет. Если бы он не обратился, это было бы бестактно, по меньшей мере. Насчёт того, насколько это правомерно юридически, я не знаю. Что самое бестактное, помимо упомянутой уже статьи в газете под названием «Врагой синей птицы», было в отношении Макаревича когда-либо сделано? В «Врагой синей птицы» слово «бестактно» туда не годится никак. Это была неграмотная заказуха. Вот что обидно, понимаешь, когда половина песен там вообще не машина цитировалась. Тебе же обидно не то, что против тебя кто-то осуждает, а что они так топорно работают, что им самим наплевать на самом деле и на машину времени, и на всех остальных. Их им заказали, а они сделали. Кое-как, тяп-ляп. Мы знаем, кто заказал? Это какие-то силы или это какой-то конкретный человек, партийный деятель? Это, наверное, ЦК ВЛАКСМ, я так думаю. Ну, кто-то не ЦК ВЛАКСМ? Ну, конкретно я не знаю. А, то есть тут нет представления о том недоброжелателе, который... Нет. Кстати, буквально вот недавно читал интервью Ахиджаковой, где она написала, что Макаревичу и Юрию Шевчуку надо быть очень осторожным, потому что с ними может произойти то же самое, что с Ефремовым. Ну, я могу и про нее сказать то же самое, наверное. Но я, насколько понимаю, Андрей Макаревич не водит машину. Я вожу машину. Да, я был уверен, что с водителем. Нет, я вожу машину, когда у меня есть желание. Так. И когда я трезвый. А по пробкам московским каждый день, конечно, я с водителем езжу, потому что я успеваю гораздо больше сделать. А вообще отношение ко всей вот этой истории, которая произошла с Михаилом Олеговичем? Ужасная история. Слушай, мне так противно, что это так обсуждалось, и столько сволочей в этом участвовало. Вот просто... Ну, давай заметим все-таки, что ни один человек, который лично знал Михаила, вот был бы с ним вот не шапочно знаком, а знал бы его по-человечески. Да, но согласись, что тех, кто его не знал, было гораздо больше. Это удивительно. Почему? Ну, ж люди сволочи. Вот почему. В целом? В целом. Это, кстати, отличное название для альбома «Люди сволочи». Через черточку. Да. Это «Люди не животные». Про животных есть песня «Охота на волков» Владимира Васильевича Высоцкого. Ну, естественно, это знакомый материал. Было сразу понятно, что это там про травлю, или допускалось, что это реально про животное? Сам-то как думаешь? А мне вот Кахановский Игорь, который товарищ Владимира Васильевича Высоцкого, он говорил, что Высоцкий считал, что это такие про животные. Мне даже допускают, что он иногда об этом говорил, когда ему задавали вопрос. Но времена были такие, что именно так и надо было говорить. А если у тебя больше трех извилин, ты сам поймешь, про что это. А времена сейчас, один из тезисов, что времена сейчас возвращаются, что мы возвращаемся по некоторым параметрам к реалиям Советского Союза? Послушай, по всем параметрам они не смогут вернуться. Мы жили в информационном вакууме. Это самое главное. Ну, в Китае, допустим, интернете нет? Ну, мы не в Китае. Я не могу о Китае говорить. У нас его пока не отключили. Пока? То есть допускают, чтобы... Ну, а почему на свете пока? Человек живет, живет, потом раз и умер. Думаем про смерть? Нет. А зачем? Ну, как самурай, он выходя из дома каждый раз готов к тому, что... Самурай вел себя так, как будто он уже умер. Поэтому он не думал о смерти. Вот именно поэтому он о ней совсем не думал. И проявлял чудеса бесстрашия. А разве это вот не та материя, которая вообще в принципе, ну, вот, людям нашего возраста, ну, возрастным? Уже пора задумываться, что там, как бы, про нас будут говорить. Я помню просто замечательную фразу. Умрешь, а книжка останется. Вот останется же, ну, понятно, что не книжка имеется в виду мемуары, а вообще что-то останется. На самом деле, мне и сейчас не очень интересно, что обо мне говорят. А что обо мне потом будут говорить, да мне вообще наплевать, понимаешь? Вот очень сложно в это поверить. Ну, клянусь, что я фараон, который себе пирамиду строит, что... Ну, в известной степени, да, в общем-то, нет, ну... Вот вообще нет. То есть, в этом я не понимаю, что помимо кокетства какого-то, очевидно, не кажется? Без всякого кокетства. Если будут помнить какие-то песни, какие-то книжки, ну, наверное, мне там будет приятно. А кто чего будет говорить, да господи, ну, на каждый чьих не на здравствуешься, понимаешь? Очень хорошо говорить, особенно когда человек уже ответить не может, правда? Поэтому я к этому совершенно готов, и есть на свете масса гораздо более интересных вещей. Например? Это неразгаданный смысл жизни, природа вообще, во всём моё великолепие, которое есть Бог, например, да? Вот это интересно. А кто там что будет говорить? У нас есть рыбка в банке, золотая рыбка. Я узнал, что, оказывается, золотая рыбка – это карась. Да, это ближайший раз. Да, да, это карась. Этого карася зовут дядя Вова. Он ещё не дядя Вова, он ещё Вова. Но он растёт, ну, Володя. Да, отчества не знаешь? А? Отчества не знаешь? Мы работаем над этим. Понятно, не ошибитесь. Мы ждём какие-нибудь... У нас по формату гость должен загадать вслух какое-нибудь желание дяди Володи, и мы посмотрим, как оно будет реализовано во время нашей следующей встречи. Дорогой Вова, я очень хочу, чтобы в близком, обозримом будущем, быстрее, чем мы сейчас себе представляем, вся эта бодяга с мировой пандемией окончательно пошла на убыль. Во-первых, потому что второй раз уже неинтересно. В-третьих, потому что страшно хочется вернуться к нормальной жизни, которую мы недостаточно ценили. А во-вторых, потому что это было бы правильно. Ну, я не могу вообще не присоединиться к этому пожеланию, просто на все сто процентов. Надеюсь, что во время нашей следующей встречи с Андреем Вадимовичем Макаревичем мы посмотрим, реализовалось ли наше совместное желание. Это будет зависеть от того, когда ты меня пригласишь в следующий раз. Да я-то зову тебя хоть каждую неделю. Очень редкий гость у нас, на самом деле, Андрей Вадимович Макаревич. Очень редкий гость, но очень-очень всегда желанный. Особенно в программе «Золотая рыбка». С вами был я, Евгений Додолев, и мой гость Андрей Вадимович Макаревич. Спасибо вам. Спасибо. Какой перстенек-то. Да. Спасибо.